добрый день дорогие друзья но вот буквально год назад еще до пандемии я тоже проводила лекцию которая называлась цифровая мода и пять шагов вот что нас ожидает в недалеком будущем прошел год и я могу сказать что конечно ситуация и в мире и в россии она кардинально изменилась и конечно таким толчком послужила пандемия и вот этот лук даром когда мы оказались полностью изолированными да как бы вот по своим квартирам для меня это вообще ощущение какой-то норы поскольку как человек творческий у меня год был расписан буквально на ну вот на календарный год и я постоянно путешествовала тут там то там выставки показы и так далее так далее и соответственно да вот эта ситуация она заставила не только меня вообще людей которые имеют отношение к моде пересмотреть вообще что мы из себя представляем и как нам жить и работать дальше потому что вот вся эта система стройная система координат была разрушена отменились большое количество если практически все отменилось все перешло в виртуальность и вот за этот год произошел очень большой скачок именно в виртуальном моде цифровом дизайне и вот эта информация мне конечно хотелось бы с вами поделиться и начну я с цитаты авраама линкольна который сказал что лучший способ предсказать будущее это создать его и вот одним я это тоже говорила год назад известная шведский бренд карлингс который создает цифровую одежду они как бы были пионерами пилотные пилотными пилотная фирма которая начала развивать цифровую одежду откуда к нам это все пришло это к нам пришло из геймерских игр это целая мощная индустрия которая дает возможность и развиваться в том числе фэшн дизайну как ни странно и вот хотела привести цифру что на сегодняшний день тратится более 50 миллиардов долларов для виртуальных персонажей куда входят помимо там вот традиционных там оружие броню и костюмы и поэтому виртуальный костюм стал очень популярен неожиданно вот этот цифровой костюм для молодого поколения не для миллениалов которым сейчас в районе 30 лет а следующему поколению поколению z поскольку они сами по себе виртуальщики и много времени проводят во всех вот компьютерных играх вообще вот в другой действительности если я часто говорю что если откроют электричество как будут жить 20-летние студенты сложно сказать потому что мое поколение там рисовать будет читать будет да что будет с этими детьми мне страшно представить потому что мне кажется вот они родились уже с айфонами да там смартфонами в руках и что нам дает цифровая мода да почему мы об этом говорим почему это стало сейчас популярно во-первых зачастую поскольку речь идет о молодом поколении для них очень важно собрать вожделенное количество лайков в различных соцсетях инстаграм тикток и так далее когда ты одет в такой классный костюм которого практически нет ни у кого то естественно ты собираешь вот это количество признание и молодому человеку в общем то ничего дальше и не надо хотя он может в обычной жизни выглядеть совершенно банально это могут быть майка джинсы кроссовки и вот он такой современный студент помимо этого фирма карлингс разработала такую вот интерактивную футболку которая есть в двух видах она есть или как бы изображение может быть динамичным оно может быть двигаться когда ты наводишь на него смартфон или оно может быть статичным и вслед за этим появилась тоже одна из самых дорогих вещей вот это голландская голландская студия которая называется фабрикант и вы можете ее найти в инстаграме только там через нижнее подчеркивание они создали вот первую первую самую дорогую виртуальную вещь цифровую которую вот я как раз здесь вам поясняю что технический директор из торонта ричард ма купил для своей жены мэри виртуальное платье за 9 с половиной тысяч долларов цифровую накидку создали диджит художница джана джаковский это студия dapper labs и голландский стартап фабрикант почему такая дорогая цена поскольку он сшит из блокчейнов и подделать или продать такую вещь без согласия до его владельца невозможно сейчас я дальше покажу как это вот выглядит с одной стороны вы видите что это вот как она выглядела эта вещь виртуальная выглядела при изготовлении и как уже она выглядит на своей хозяйке тут я вам как раз демонстрирую работы которые делает вот эта компания фабрикант очень интересная очень у них много роликов так что если зайдете к ним на страничку в инстаграм вы вполне сможете подоблюдать посмотреть и проанализировать еще очень важным моментом о котором я тоже говорила год назад являются виртуальные инфлюенсеры откуда вообще пошло до это направление вот как стали развиваться компьютерные игры также стали развиваться виртуальные модели которые в наше время они заключают огромное количество реальных контракта вот здесь как раз указана фирма пальман и бренд пальман которые собирают лайки контракта реальный на огромное количество евро и помимо этого за каждой такой виртуальной моделью стоит своя история за ними следят живые люди да как за живыми людьми но зачастую их придумывает или целая команда или например вот одно из таких вот одного из таких персонажей номинори создал 40-летний художник дизайнер из мюнхена и если год назад я просто говорила да о виртуальных инфлюенсеров то за вот этот период уже произошла как бы вот смычка виртуального и реального мира вот здесь мы видим знаменитую очень дорогую тоже манекенщицу модель был уходить которая стоит вот в обнимку на фотосессии кельвина кляйна это самая популярная цифровая модель лил никела вот у него более 1 и 6 миллиона подписчиков в инстаграме и сейчас она на самом деле очень забавно если посмотреть на вот как раз никела соуса тоже ее называют она ведет очень активный блок ходит на модные показы приобретает недвижимость она молодая очень такая позитивная но ее создала команда креаторов именно не один человек а целая команда трудились над ее создание тоже что появилось интересного за это время у нас появились виртуальные модельное агентство где вы можете для своих показов именно заказать не живых людей а вот таких вот аватаров и это я обращаю тоже ваше внимание это такой значительный тренд нашего времени я не призываю поймите меня правильно полностью погрузиться в виртуальный мир это не нужно это можно просто закончить потом свои дни в сумасшедшем доме но мы должны понимать что этот мир существует он будет существовать и он будет как бы да нести свою функциональность в дизайне одежды наряду с какими-то реальными моделями конечно мы будем одеваться мы без одежды не можем до себя представить нам нужна одежда но цифровой мир тут же надо понимать все мы должны быть как бы реалистами мы можем это сделать во благо да они во зло я например противник того чтобы искусственный интеллект проникал да во все поскольку кроме дизайна его души интеллекта но не может заменить живого человека никакой робот но то что они будут наверное развиваться и достаточно активно мы все видим за этот год и точно так же это происходит уже в именно в дизайне одежды в дизайне моды в индустрии моды вот одним из первых таких шоу оно прошло в париже еще в девятнадцатом году когда виртуальной модели аватары представляли сезон весна-лето 2020 и там как раз были популярны вот эти цифровые модели инфлюенсеры и мода напоминала вот начало двухтысячных и работала вот как вы здесь видите более ста креаторов и вот там очень было много привлечено интересных моделей вот сейчас я вам хотела сказать первая темнокожая диджитал модель шуди виртуальный сверхчеловек дэйдни инфлюенсер брендет бой и так далее то есть вот эти вот виртуальные герои из различных игр они еще перекочевали на подиум но это мы поговорили немножко о западных тенденциях и хочу обратить ваше внимание что как я вам сказала ранее отменились очень многие недели моды да во всем мире включая и у нас и вот весной в апреле 2020 года первая виртуальная неделя моды прошла на таком достаточно знаковым событий как mercedes-benz fashion week в москве и многие дизайнеры вот я вам покажу дальше они перешли как раз в область виртуальности не ушла так скажем далеко и алена ахмадулина есть такой тоже аватар который называется альона и вот она на это русский аватар как вы видите с такими чертами славянской внешности вот она создала свою коллекцию причем вот поскольку чтобы взаимодействовать от среды вот она такие создала головные уборы в виде таких стилизованных кокошников которые защищают от вредного воздействия мира а уже в июле двадцатого года она создала первую цифровую свою коллекцию и виртуальное ателье где вы можете заказать для себя порядка там пяти комплектов одежды и как раз вот я выше говорила про неделю моды mercedes-benz fashion week russia как раз регина турбина это молодой дизайнер она создала свою первую коллекцию которая называлась афилия и основала такое вот ателье который называется репликант и первым проданным в россии вот вы видите как раз справа из инстаграма модель которую продали всего за 5000 рублей это конечно не тысячи долларов как я упоминала раньше это было даниил трабон медиа директор яндекса и ее одежда она очень интересно тоже отличается вот так можно сказать ее фирменная фишка в том что она например создает брюки из кожи дракона или там не диджиталми да цифровыми и сочетая это с какими-то традиционными да материалами характерными да для реальной одежды причем данное на изделие вам предоставят всего за тысячу рублей и изготовят в течение 48 часов то есть достаточно если перевести на как бы да деньги вполне бюджетно как ну в заре но лук ваш да ваш образ он конечно будет интересный необычный не очень отличаться от действительности причем вот она еще заключила тоже договоры с фирмой nike и это тоже реальные уже кооперация взаимодействие с таким вот крупнейшим производителем кроссовок и еще хочу сказать что когда я готовилась к лекции поскольку вот анастасия упоминала что я являюсь художественным директором и художественным руководителем адмиралтейской иглы и наш конкурс он занимается не просто да там обычно да там ходит но еще и открытие молодых интересных имен и ища на просторах интернета какие-то интересные работы я нашла такого молодого автора которую зовут александра крупного и мне очень понравились вот и и цифровые модели мы нашли друг друга и вот она на превью конкурса как раз рассказывала о своем творчестве она начала заниматься цифровой моды недавно она за она из санкт-петербурга но сейчас вот живет в белоруссии а училась она в токио в токио вес мод и вот это вот такая локальность чистота и такая концептуальность она конечно подкупает и мне кажется вот такие работы у нее очень хорошие тоже ролики есть страничка в инстаграме тоже дает возможность работать как в реальности так и вот с такой в таких вот виртуальных ипостасях причем что характерно вот эти работы виртуальные цифровые их можно продать не только да вот каким-то инфлюенсером но их можно реально и выставить на каких-то платформах там американских английских и уже это сейчас становится но таким достаточно распространенным явлением причем эту же вещь если она вам нравится дизайнера они потом воплощают в реальность то есть такая я бы сказала такому многоступенчатый тоже уровень почему еще это привлекает дизайнеров если мы вообще рассмотрим понятие легкая промышленность или индустрия моды мы стоим на втором месте по загрязненности после нефтяной промышленности наша легкая промышленность она наносит безумный вред экологии и конечно если вот часть людей уйдет вот такой да как бы вот так скажем экологичное и экономичное потребление своих вещей то я думаю это будет большим плюсом на для нашей вот именно экологической обстановке тоже хотела привести вам пример это молодой дизайнер его зовут олег евдокимов он победитель и обладатель гран-при адмиралтейской иглы а сейчас уже живет и работает в италии и был дизайнером по вышивке у роберта ковали причем с нашим русским дипломом вот тоже он работает как в 3d так и такой программе которая называется клуб 3d я с ней как раз познакомлю чуть позже вот это хотела показать его работы которые он делал для роберта ковали и поскольку я тоже затрагивала такой момент компьютерные игры в начале нашей беседы очень креативные интересный дизайнер современной демна гавсале грузинского происхождения который очень много сотрудничества с гадемансом сейчас работает уже отдельно вот у него тоже такие вещи как бы да созданы на основе 3d моделирования и одна из последних коллекций которую он представил в декабре двадцатого года то есть совсем совсем недавно она была посвящена компьютерным играм и я этот ролик скачала и как раз вам покажу то есть где одежда коллекция у него достаточно с таким мистическим названием называется загробный мир грань будущего но так душевно для русских людей но молодежь это любит для меня конечно такое название она немножко чернушная но если отбросить эмоции и оставить самой суть коллекция посвящена моде 2031 то есть что с нами будет и как мы будем выглядеть через 10 лет и поскольку мы сейчас были вынуждены особенно еще раз говорю крупные производители как-то выживать и доказывать да что мы наши вещи да интересны и узнаваемы продаваемые дизайнеры идут на такие вот очень интересные эксперименты и вот как раз я вам показываю пару луков из его коллекции которые вы увидите сейчас в ролике и немножко поскольку я говорила как связан реальный и виртуальный мир я хотела бы обратить ваше внимание наверное вы не слышали такой очень интересный дизайнер молодой которого зовут роберт вам и его модели одежды весна-лето 2021 он выпускник royal college of art в лондоне очень успешный очень продаваемый и вот его модели одежды они тоже выглядят значительно да мне в таком цифровом виде причем у нас коллега была дискуссия здесь можно подумать что это реальная студия а можно подумать что виртуальная и точного ответа наверное не даст никто поскольку может быть и так и так но модель у него очень интересно очень классные и я вот тоже обращаю ваше внимание что можно тоже посмотреть его работает познакомиться с его творчество и будьте здоровы правду говорю а сейчас тогда мы можем вернуться к видео я вам покажу различные ролики которые будут вот тоже демонстрировать то я о чем вам говорила первый ролик он как раз посвящен создание одежды с помощью 3d технологий тот сейчас чем занимается практически любое учебное заведение во всем мире ну то есть очень многие перешли вот в создание одежды а здесь мы посмотрим на примере студия макуина вот этапа создания одежды можно как раз посмотреть наверное да будет лучше если мы хотим создать ткань видите ее сканируют и переводят в такой вот цифровой текст и это сканирование да вот какого-то реального человека реальной фигуры но в основном дизайнер они работают на аватарах виртуальных это уже идет оцифровка лекал с тем чтобы потом уже можно было в программе специально работать вот на таких аватарах работают дизайнеры вот у нас эти лекал уже оцифрованы и сейчас вот этот аватар он будет одеваться заранее отобранную модель то есть прежде чем отшить модель да или там немножко да поменялся как бы уровень то есть заказчик если ему эта модель нравится потенциальный большой заказчик не обязательно отшивать модель да и включать трудоемкое производство он может сначала эту модель посмотреть виртуально а потом заказать то есть экономится время силы материалы энергоресурс и так далее и так далее вот у нас собралась эта модель и сейчас будут подбираться материалы ткани с помощью которой да может вот этот прототип выглядеть м и м м м м м м м м Спасибо. Спасибо. Вариант этого аутфита, этого платья, как он представлен от команды креаторов. И сейчас это платье будет красиво дефилировать в пространстве. Вот, видите, такой вполне уже реальный рабочий, так скажем, для дизайнеров моменты. И дальше я хотела показать видео, которое сделали Dolce & Gabbana совсем недавно, тоже чтобы продвигать свою продукцию. Но у них немножко другая интерпретация, они себя сделали тоже с помощью 3D-партиципирования, они себя сделали в виде таких вот анимационных персонажей. И предлагают свою продукцию тоже с ней познакомиться и купить в своих различных бутиках. Вот, как у них происходит производство, что там, да, вот. Видите, там, путешествуют в ботинках, кроссовках. Вот, я хочу сказать, по сравнению с локдауном в Европе, у нас полная свобода, потому что там, помимо того, что не просто такие маски, а маски медицинские и плотно прилегающие, ты обязан носить в общественном месте, то все еще закрыто, включая Италию, Германию, Испанию, Францию. И благодаря вот таким креативным находкам люди могли совершать виртуальные покупки. Вот такой у них, видите, милый ролик. И сейчас я хотела как раз показать, о чем я говорила. Кусочек тоже ролика. Демна Квассалия, 2.12, чтобы там долго не показывать. Сейчас мы немножко пролеснем, еще чуть-чуть. Такой вот. То есть его модели путешествуют по городу. Видите, Баленсиаку у него тут везде написано. Радостно, да. Разные уровни этой игры. Город населяют только люди в его одежде. Мне очень нравится эта сцена. Все вроде как у нас, но немножко не как у нас. Да, и автобус поехал дальше. И следующий уровень, да, это вот разные зоны. И в результате из города потом плавно-плавно все перемещается в природу, к естественному миру, такому вот спокойствию. Здесь нету каких-то вот, как в геймерской какой-то игре, нету каких-то там определенных, слава богу, стрелялок. Это скорее такая повествовательная игра с презентацией своей коллекции. Но для молодого поколения, наверное, это очень интересно и как раз служит для того, чтобы продвигать свою продукцию и иметь возможность ее покупать, опять-таки, с помощью каких-то интернет-порталов и виртуальных каких-то вот таких, так скажем, контентов. Ну вот такой кусочек. Видите, она такая, с одной стороны, футуристическая одежда, с другой стороны, локальная. А с третьей стороны, вы здесь видите, насколько тоже отражается какой-то средневековый мир, прямо вот облачение рыцарей. Это мы видим в обуви. В обуви вот именно как латы, как кольчуги. Ну, давайте еще, наверное, немножко посмотрим другие ролики. Да, нужно вот как раз в лес, в природу возвращаются, в такую естественную среду обитания. И вот я вам хотела показать работы уже санкт-петербургских дизайнеров, как можно тоже с помощью анимации продвигать свои работы с создания студентов и участников Адмиралтейской иглы с командой аниматоров. Продолжение следует... Вот как ты это сидишь. Мы не знаем, что нас ждет в дальнейшем. Конечно, было бы замечательно, если этот коронавирус ушел и ничего бы дальше не было. Но тот, кто вооружен, тот обладает какими-то все-таки запасом знаний. Поэтому вот разные формы подачи материала, а в данном случае речь идет о моде, о дизайне одежды. Разные интересные такие концептуальные и креативные формы, они дают возможность продвигать свой бренд, например, или свою марку одежды и дают возможность просто выжить в таком очень тяжелом и непростом времени с помощью различных таких компьютерных, геймерских, анимационных, мультимедийных инноваций. То есть если бы мне год назад сказали, что я вот со своими дизайнерами буду делать анимационные мультфильмы или какие-то вот ролики, я бы, конечно, не поверила. Но... А сейчас приходится этим заниматься. И сейчас еще я хотела вам показать ролик, который мы создали с моими коллегами из Финляндии, студентами, потому что мы должны были сделать коллекцию реальную, но из-за пандемии нам пришлось работать совершенно вот в другом режиме. И посмотрите, как раз вот как виртуальная одежда может интересно смотреться. И сейчас, после этого, мы эти модели будем уже воплощать в реальность. Надеюсь, на трампийской игле что-то уже можно будет увидеть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, вот такие, видите, материалы. Мне хотелось с вами поделиться.